Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас на нашей сегодняшней встрече с темой достаточно интересной и близкой каждому из нас. Это тема «Я и интернет». Потому как скорость современной жизни растет неимоверно, а рождение глобальной сети и появление новых современных гаджетов, конечно же, изменили жизнь человечества раз и навсегда. Что же такое интернет и какова его роль в жизни подростка, в жизни молодого человека, именно на эти вопросы постараемся ответить в ходе нашей встречи. Итак, я думаю, что ни для кого не секрет, что 21 век принято называть веком компьютерных технологий. И ведь это действительно так, потому как те вещи, которые совсем недавно казались новыми и неизведанными, сегодня становятся для практически каждого из нас доступными. К примеру, изучение океанских глубин с помощью сверхсложной аппаратуры может транслироваться в онлайн-режиме для миллионов пользователей сети. И за этим процессом может наблюдать каждый из нас, хотя еще недавно это было практически невозможно. Поэтому стоит отметить, что глобальная паутина стала тем всеобъемлющим пространством, которое объединило все и вся. Ну и еще одна важная вещь, это тот факт, что интернет напрямую связан с техникой. То есть компьютеры, планшеты, ноутбуки, телефоны, ну и другие гаджеты. Здесь следующий слайд отражает возможности интернета. И здесь, я думаю, этот список можно продолжать, потому как действительно у нас есть возможность обучаться посредством интернет-ресурсов в различных университетах, образовательных учреждениях всего мира. У нас есть возможность получать большее количество информации посредством нашего включения к определенным вебинарам, видеоконференциям. Мы можем делать покупки в онлайн-магазинах, интернет-магазинах. Мы можем заказывать государственные услуги. И все это происходит в онлайн-режиме. И я думаю, что в скором времени нам достаточно сложно будет отказаться от этих возможностей. И мы практически не сможем представлять свою жизнь без компьютерных и информационных технологий. А чем же, собственно, привлекательен интернет для вас, уважаемые участники встречи, для подростков, для молодых людей? И здесь нужно отметить следующие пункты. Здесь мы говорим о том, что интернет дает подросткам возможность самовыражения, возможность создания своего личного образа, который вы используете, общаясь в сети. То есть, опять же, это возможность общения, возможность обмена информацией. В сети мы можем найти людей со схожими интересами и обмениваться ими. Мы можем формировать свои взгляды. А самое главное, молодой человек, подросток может проявлять свою самостоятельность, что очень важно для данного возрастного периода. А может ли что-то угрожать в интернете? Это вопрос к размышлению, но я хочу сказать, в свою очередь, что, к сожалению, определенные угрозы есть. И тому свидетельством является исследование, проведенное в лаборатории Касперского, в котором приняли участие пользователи сети старше 16 лет. И вот что, по мнению взрослых людей, таит в себе интернет. То есть, выделили пять опасных угроз. Первое – это негативное влияние на здоровье. И здесь, в первую очередь, страдает зрение осанка. Это те главные жертвы в организме молодого пользователя, которые очень много времени проводят в сети. И даже самая удобная мебель не позволит разрешить данную проблему, потому что молодому, активно растущему организму, все-таки нужно больше движения. Следующий пункт – это погружение в виртуальную среду. И здесь понимается развитие компьютерной и интернет-зависимости. Третий пункт гласит, что в сети мы можем столкнуться с негативным контентом, к которому относится целый спектр информации, распространение которой нарушает либо права, либо законы интереса пользователя. Четвертый пункт говорит о следующей угрозе – это общение с незнакомцами. Потому как мы должны сказать, что не все встречи и знакомства одинаково полезны. И, к сожалению, в сети мы можем столкнуться с мошенниками. Потому как дети и подростки более доверчивые и в большей степени поддаются убеждению. И последний пятый пункт – это тот факт, что общение с незнакомцами в сети может, к сожалению, перерасти в реальное общение в жизни. К чему, к сожалению, объясню. Потому как это достаточно серьезная реальная опасность. Потому как опросы показывают, что каждый 20-й ребенок уже побывал на встречах с людьми, знакомыми только по виртуальному общению. И вот эти свидания, они опасны тем, что всевозможные злодеи, такие как педофилы, похитители детей, торговцы наркотиками, именно через социальные сети, через сайты знакомств выискивают и выманивают своих жертв. Конечно же, виртуальный собеседник вполне может оказаться вполне хорошим человеком, честным человеком. Но, к сожалению, риск нарваться на преступника при таких встречах весьма велик. И здесь у меня, конечно, вопрос, уважаемые слушатели, согласны ли вы с данными этого исследования? Согласны ли вы, что все-таки интернет таит в себе несколько достаточно опасных угроз? Ну, а мы идем далее. И здесь очередной вопрос, на который сразу постараюсь ответить. Действительно, компьютеры внедрились в нашу жизнь, в жизнь современного человека. И уже достаточно привычно видеть людей, взаимодействующих постоянно с компьютерами, либо на работе, либо дома. В процессе учебы мы можем достаточно много времени проводить как за компьютером, так с телефоном в руках. И вот здесь вопрос, могут ли гаджеты и интернет вызывать зависимость. На самом деле могут. А что же может стать причиной развития компьютерной зависимости в подростковом возрасте? И здесь хочу сказать, что все знают, что подростковый возраст – это достаточно сложный период, переломный период, когда и с телом, и с психикой подростка происходят всякие изменения. Настроение может меняться по несколько раз на дню. Вам и вашим сверстникам иногда достаточно сложно бывает взаимодействовать с окружением, не говоря уже об отношениях с противоположным полом, потому как даже с ребятами своего пола из-за застенчивости, неуверенности в себе бывает достаточно сложно найти контакт, способ взаимодействия. Очень много начинает восприниматься слишком обостренно, чуть что, сразу начинаются обиды, слезы. Кажется, что тебя никто не понимает. И вот здесь интернет приходит как бы на помощь, потому как можно придумать себе любой образ, завести много друзей, казаться себе и им таким крутым девчонкой или мальчишкой. Это как бы такой легкий способ поднять себе самооценку. Но хочу сказать, что, к сожалению, вот эти вот проблемы, которые провели к созданию данного образа, данного имиджа, к сожалению, вот этот образ он не разрешит, а может только все усложнить. Потому как человек с интернет-зависимостью не развивается, а наоборот деградирует, вплоть до неспособности обслуживать себя, заработать себе на жизнь, создать семью, ну и многое другое. Ну, а мы идем далее. И следующий слайд позволит вам определить, а есть ли у меня такая зависимость. Здесь нужно обратить на пять несложных пунктов. Первое, это нужно обратить внимание на количество времени, которое вы проводите в интернете. Посмотреть, чем вы обычно занимаетесь в сети. То есть, это онлайн-игры или просто блуждание в сети. Поднаблюдать необходимо за своим настроением и состоянием. То есть, бывает ли так, что вы замечаете частые перепады, когда еще несколько минут назад вы были довольны своим состоянием, все было хорошо, уже сейчас вас переполняет грусть и тоска. Четвертый пункт позволяет определить, насколько сильно непреодолимо ваше желание выхода в интернет. То есть, если такого пункта вы в себе отмечаете, то, возможно, это признак развивающейся интернет-зависимости. Ну и последнее, на что стоит обратить внимание, это ваша учебная успеваемость. Не снизилась ли она в последнее время? Итак, на этом слайде отражены основные 9 признаков интернет-зависимости, помимо тех пунктов, о которых мы говорили ранее. То есть, здесь это постоянное желание быть онлайн, это раздражительность при невозможности выйти в интернет, нежелание отвлекаться от виртуального пространства, отказ от общения в реальной жизни, пренебрежение личной гигиеной. Опять же, мы говорим о успеваемости, то есть, это расстройство внимания, которое сказывается на учебном процессе, отказ от пищи, конфликты с окружающими, ну и готовность складывать все свободные деньги в компьютер и интернет. Если вы обнаружили хотя бы 5 признаков из списка вышеперечисленных, то стоит, конечно же, задуматься, насколько безобидно ваше увлечение компьютерными играми или просто нахождение в сети, общение с виртуальными друзьями, потому как 5 из вышеперечисленных признаков являются свидетелем того, что проблема все-таки уже существует. Итак, а что же делать, если вдруг я обнаружил у себя или замечаю за другом наличие компьютерной зависимости? Здесь вам поможет контроль временем, то есть, старайтесь четко определять количество времени, которое вы можете провести у монитора, старайтесь соблюдать режим дня, чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, творчеством, общаться с друзьями вживую, а не онлайн. И если вы достаточно много времени проводите при занятии онлайн-играми, да, подключаясь к онлайн-игре, то постарайтесь постепенно заменять эти игры на игры, которые могут позволить вам развивать логическое мышление. Еще один важный момент, постарайтесь отказаться от использования гаджетов и посещения социальных сетей перед сном. Это тоже очень важно. Но если все-таки вы чувствуете себя неуютно от того, что рядом нет компьютера или чаще перед глазами увлекают герои компьютерных игр, то постарайтесь рассказать об этом кому-то и взрослых. Вы можете поделиться об этом с родителями, вы можете рассказать о своем состоянии психологу. И эти люди, я думаю, смогут оказать вам необходимую помощь, поддержку и помогут научать решать различные трудности. Но если все-таки вы сомневаетесь, то, конечно же, лучше всего обратиться за помощью к профессиональному психологу. Пусть вас не пугает, потому как психологическая помощь, конечно же, время от времени нужна всем нам, а не только тем психам, да, как ошибочно думают некоторые. Специалист подскажет вам, как разобраться в причинах вашей зависимости компьютерной или интернет-зависимости, научит вас справляться с этими проблемами и поможет выйти из этого состояния. Здесь на слайде представлены данные одного достаточно интересного социального ролика, касающегося использования интернетом нами. И было проведено исследование, которое показало, что среднестатистический пользователь проводит в сети около 2,5 часов в день. Это 3 суток в месяц, либо 36 суток в год. Как выяснилось, при средней продолжительности жизни в 70 лет, все это может привести к 6 годам нахождения сети. То есть 6 лет виртуальной жизни. А готовы ли вы потратить свои 6 лет на жизнь виртуальную, а не реальную? Подумайте об этом. Конечно же, сейчас очень сложно представить свою жизнь без интернета, практически невозможно. Но важно помнить о том, что мы должны использовать современные технологии все-таки себе во благо, а не во вред. Помните об этом, уважаемые слушатели. На этом наша встреча подошла к концу. Я очень рада, что мы провести это время. Если вдруг у вас появятся вопросы, вы можете обратиться за советом к психологу вашей школы или колледжа. Если у вас есть какие-то замечания или предложения, пожалуйста, напишите нам. Для этого вы можете воспользоваться ссылкой в описании к этому видео. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные тренинги и советы. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.